мир всем ребята ну что давайте в этом видео разберем быстренько поединок джошу ангану несмотря на то что он очень быстро завершился есть некоторые мысли такого технического характера которые я вам хочу высказать вы свое мнение конечно же выскажите в комментариях посмотреть сам поединок напоминаю вам как и остальные поединки данного вечера бокса паркер джилей и остальные опять же вы сможете перейдя по ссылочке в первом закрепленном комментарии на мой платный телеграм-канал боксерская правда xxl стоимость ежемесячной подписки всего лишь три евро там есть записи данных поединков с моими комментариями и без моих комментариев потому что трансляцию данного вечера боксов телеги я тоже проводил и комментировал по ходу очень весело получилось кстати поэтому всех вас там жду там мы еще разбираем поединки наглядно с техническими видеофрагментами в замедленном режиме до боя после поединка также там проходят стримы там есть чатом общение общение в режиме видеоконференции общем ребята очень много интересного контента поэтому пожалуйста присоединяйтесь что касаемо поединка джошуа нгану давайте мы начнем с физики как мы это обычно делаем да ну смотрите нгану физически был хорошо хорошо готов я считаю очень хорошо готов почему потому что это было видно на примере того как он реагировал на обманное движение джошуа и в принципе на контроль дистанции джошуа то есть смещение джошу вперед гану пытался отходить неплохо он реагировал в плане того чтобы как бы держать джошуа в напряжении дал постоянно выбрасывал этот левый крюк самое главное его оружие которое мы до боя анализировали которая зарешала в поединке с фьюри именно встречный хук на первых секундах он начал его применять сразу же и по таймингу все четко было по скорости все четко было по контролю дистанции даже он чувствовал прямо этот момент хорошенько применял и джошуа несколько то чтобы пропустил но году зацепил его зацепил этим крюком в замедленном режиме на боксерской правде xxl это все покажу этому же подготовил видеофрагменты эти все разберем классное исполнение унгану и в этом плане он прогрессирует я уже даже не знаю что будет с ним происходить если он проведет 5-6 поединков профессионалах как он отшлифует этот левый крюк это будет самое главное его коронка молодец также он начал действ действовать в более такой узкой амплитуде прям по боксерские двойки его допустим до правой прямой тот же самый который он пытался парочку раз выбросить но ничего так ничего да есть еще на чем работать конечно же мое субъективное мнение но тем не менее прогресс налицо и несмотря на свою весовую да на свой вес он довольно таки легко смещался двигался то есть именно по координации по балансу эти моменты даже когда ты смотришь на них в замедленном режиме они проскальзывают и в плане вот плюсов нгану очень много чего можно выделить это плюсы но есть конечно же и минусы ошибки которые он допускал в этом поединке в чем это проявлялось во первых самый первый удар который пропустил нгану там были как бы удары в ответ от джошуа и в атаке когда джошуа пробивал справа да тоже там допустил ошибки некоторым гану когда в атаке джошуа пробивал тонгану вообще передней своей рукой передней своей рукой пытался накрыть накрыть сильнейшую руку джошуа когда тот пробивал правой прямой это огромнейшая ошибка просто он пытался осуществить накладку то есть это вы понимаете правая рука заряженная как которая пробивается допустим с разгона на подшаге например берет определенный замах допустим серьезный такой до сильная мощная рука супер тяжи работают джошуа пробивает ему правой прямой а тот пытается его сбить просто своей передней рукой ну это но во первых ты не видишь траекторию этого удара то есть если допустим ты его даже зацепишь этот правый прямой то в любом случае твоя рука может просто отрикошетит но за сильная рука от сильной руки так не защищаюсь это нецелесообразная защита блок допустим если ты поставишь плотный это еще как бы куда не шло куда не шло ну конечно же это не основная защита для надо разрывать дистанцию уходить совершать кита нырки уклоны от правого прямого вот таким образом но ни в коем случае его нельзя накрывать ну то есть как бы это я не знаю защищаться можно по-разному кто как хочет так и защищается но это не есть целесообразная защита ни в коем случае повторяюсь опять же удар снизу еще и заносился к тому же не понимал что летит и он пытался накрыть это то же самое что тебя пробивают допустим размашистый хороший амплитудный допустим правый боковой да ты его будешь как бы накладкой накрывать не держать блока будешь накрывать его ну как бы это ошибка конечно серьезная и в этом плане джошуа несколько раз нгану можно сказать тоже обманул потому что гану не понимая какой удар летит все пытался его какими-то отбивками накладками остановить конечно же это минус и это ошибки нгану а когда джошуа его встречал то в принципе ну тут исполнение джошуа заряжала по большому счету потому что гану выбрасывал джеб да и джошуа останавливаясь своим лицом там в миллиметрах от этого джеба жестко его потом встречал то есть он не пропустив этот джеб выверил четко дистанцию по боксерски чтобы пробить тот же самый удар там ну там типа кросса допустим да и там правой прямой неважно исполнение у джошуа было классное а ангану в таком моменте до в этих моментах я не понимаю на что он рассчитывал потому что было видно что он летел вперед летел вперед и пробивал как будто бы сдвоенный джеб то есть двигаясь вперед на стоячего соперника вот есть джошуа стрелял никуда не двигался со сдвоенным джебом он летел как будто бы он знал что джошуа будет разрывать дистанцию и потом вдогонку уже типа надо будет заряжать правый но он ошибся джошуа никуда не убежал просто остановился на месте и как бы встретил оттянулся чуть-чуть и встретил и все и и получилась такая вот дыра у когда он выбросил один джеб на второй полетел уже навстречу удар справа и когда он уже его пропускал у него как будто бы второй джеб а правая рука вообще не двигалась понимаете то есть просто ошибка опять же ангану он рассчитывал наперед что-то продумать если это как бы заготовка была он не по ситуации действовал но получается джошуа просто в этих технических моментах поймал то есть он нашел нишу дыру увидел это все и отработал просто на рефлексах но скорее всего до этого было прощупывание либо просто видел каким образом атакует нга но он его анализировал скорее всего это подготовка к сопернику то о чем я говорил до поединка было видно в других боях джошуа и он и его угол они понимают как работать с соперниками я сейчас не говорю о поединках с александром усиком вот все пишут как же так с усиком так отбоксировал а с другими вот так боксирует вроде бы как вырубает после усика его называли плохим боксером а сейчас он как бы хорошим боксером выглядит ну смотрите с усиком вообще вот эти два поражения у джошуа их можно вычеркнуть я считаю потому что усик это совсем другой темп ритм там совсем другая физика джошуа просто-напросто не успевал за александр он пытался с ним конкурировать в игровухе да двигался легко и вес у него был оптимальный да то есть он ног бы сбросил то есть он не был закатчен ничего такого но тут как бы просто не успеешь за ним но техника решает конечно же в таком поединке также и он усика подлавливал и он брал раунды с усиком там четыре раунда он взял в первом поединке да где-то тоже около четырех во втором поединке то есть бой был где-то конкурентный равный но просто усик его переиграл ты не можешь успеть за соперником который ниже тебя и который прям огромное количество банных движений ну темп ритм другой совершенно другой у джошуа не было таких соперников даже тот же самый паркер с которым боксировал джошуа ну джошуа там были проблемы с вносливостью он там чуть не такой темп ритм паркер все-таки не может выдать такой как усик а усик прям вообще его загонял поэтому вот эти вот два поражения я считаю они вообще карьере джошуа как бы не должны относиться напрямую да они как бы это отдельное поражает другой соперник как будто бы вышел крузер и тебя просто переиграл вот такого темп ритма как у александра в крузерах ой в крузерах прошу прощения да даже в крузерах скорее всего вообще нет и не будет понимаете то есть есть а питая да у него тоже неплохой как бы темп ритм все-таки александра наверное количество банных движений там количество вот этих вот ну чистота активных действий она все-таки выше выше понимаете вот и он этим берет и для этого еще есть физика чтобы это все делать на протяжении 12 раундов практически вот этом уникальность александрусь к поэтому с джошуа сравнивать ну джошуа и так молодец он выдал просто классный поединок против александра выдал все на что способен да он не олимпийский чемпион я считаю что по и поединок савону он проиграл но тем не менее он сейчас сложился технически как очень хороший боксер как в работе вторым номером так в принципе первым номером он работает неплохо поэтому такие мои комментарии данного мероприятия так коротко что можно пояснить по этому поводу все остальное но это уже как бы такие где-то детали которые не особо там зарешали в этом поединке но было интересно посмотреть было интересно посмотреть и в поединке джошуа фьюри тоже у нас будет конечно же интрига ударная дистанция будет на стороне фьюри но это если мы чисто гипотетически обсуждаем данное событие я считаю что там конечно же шансов больше наверное у джошуа донести свой удар прежде всего мощный жесткий а у фьюри будут огромнейшие проблемы потому что темпо ритм фьюри он будет не то чтобы удобен для джошуа но ему будет попроще чем с другими соперниками потому что габаритные габаритная цель и в принципе можно отсекать можно обманывать у джошуа получается все удары практически те что он справа пробивал допустим или слева или в корпус у него все с обманками идет практически с такими он готовит он готовит удары правильно то есть там нету примитива кого-то в замедленном режиме я вам это покажу даже на боксерской правде xxl я буду разбирать данный поединок в этом увидите вот эти вот детали которые в динамике в глаза не бросаются ты их просто не можешь рассмотреть вот и все по сути и ваши комментарии что вы думаете относительно данного поединка подписывайтесь на мой канал боксерская правда боксерская правда про на youtube канал и ну и конечно же на телеграм-канал боксерская правда xxl всегда говорите правду пока